Здравствуйте! В эфире программа «Республика» в студии Юлия Важенина. Прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. Смотрите сегодня. В интересах работающих руководство Республики Чуваш Ресовпроф обсудили дальнейшее взаимодействие. Простудный сезон. Растет число заболевших гриппом и ОРВИ. Беговая дорожка, велосипед и лыжи. Чувашские триатлонисты отметились в Италии. Профсоюзные организации Республики должны быть вовлечены в реализацию приоритетных программ. С членами регионального союза Чуваш Ресовпрофа сегодня встретился временно исполняющий обязанности главы Чувашии. В их компетенции защита прав работников и охрана труда на предприятиях. В рядах профсоюзов Республики состоят более 100 тысяч человек. В каждом муниципалитете созданы координирующие советы, благодаря которым разрешаются спорные вопросы. 71 районная и городские администрации, 1337 первичек. Это вот в стольких организациях у нас есть профсоюзы, действуют профсоюзные организации. Условия труда должны улучшаться. И это задача каждого работодателя. Только в прошлом году члены профсоюзов Республики совместно с правоохранительными органами выявили более двух тысяч нарушений законодательства. Там, где профсоюзы работают активно и систематизировано, мы видим, что и права трудящихся защищены. Там и коллективные договора заключаются всеевременно, обязательства со стороны работодателей выполняются соответствующим образом. Усилия необходимо объединять, подчеркнул Олег Николаев. Совместная работа органов власти с профсоюзами должна быть нацелена на социально-экономическое развитие региона. Во главе угла повышения доходов. По итогам 2020 года мы на 12 месте по Приворскому федеральному округу из 14 регионов. Не просто среднюю заработную плату, а все-таки уровень доходов в целом на население. Если начать с коммерческого сектора, здесь очевидно мы должны заниматься целью развития экономики. А для того, чтобы экономика развивалась, очевидно, бизнесу нужны определенные благоприятные условия. Одна из последних инициатив временно исполняющего обязанности главы региона – индексация заработной платы работникам пожарной охраны. Большая дифференциация, хотя риск для здоровья и жизни очень большой. Половина обслуживает федеральное МЧС, половина – наши. И здесь идет очень большая серьезная дифференциация оплаты труда, хотя, в принципе, они выполняют одну и ту же задачу. Прибавка будет существенная. Мы пока в рамках этого уточнения предполагаем увеличить им заработную плату на 5000 рублей. В организации профсоюза работников автомобильного транспорта подняли вопрос безопасности перевозок. Есть еще инструкции для распоряжения Минтранса об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при отчислении перевозок пассажиров и багажа в гаражи у некоторых частных перевозчиков. Прекрасно есть. Большинство с ними. Очевидно, что для перевозчиков необходим специализированный сервисный комплекс. Именно таким образом надо было организовать деятельность «Чувашевая автотранса» как инфраструктурной сервисной организации. Это надо было делать давно. И это в рамках обеспечения реализации стратегии транспортного обеспечения. Эти задачи, они поставлены. Мы над ними уже начали работать. Я это просто сам наблюдаю, как люди, которые перевозят пассажиров, ну скажем так, очень грубо и нагло нарушают вообще правила дорожного движения. Все вопросы членов профсоюза республики, временно исполняющие обязанности главы региона, взял на контроль. Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Республика. Каково это быть президентом? Какие решения приходится приниматься? Главное, почему они именно такие? Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и принимает эти решения каждый день. Как это происходит, можно узнать в новом информационном проекте. Без всякого запада, без востока. Мы сами с усами. Есть ли у президента двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами? В спецпроекте 20 вопросов Владимиру Путину подняли самые важные и острые темы. Впервые онлайн в формате видеоинтервью. Андрюш, дайте мне договориться. Смотрите с 20 февраля на всех площадках ТАСС. В России меняются правила получения пенсии на банковские карты. С 1 июля 2020 года все пенсионные выплаты будут перечисляться на карты Национальной платежной системы МИР. Это требование касается тех, кто открыл счета еще до 1 июля 2017 года. Те, кто сделал это позже, уже автоматически получили карту МИР в банковском учреждении. В Пенсионном фонде России предупреждают, кто не заменит карту в срок, не смогут получать пенсию. Банк отошлет деньги обратно в ПФР и забрать положенные выплаты будет сложнее. Перейти на карту Национальной платежной системы МИР нужно только тем пенсионерам, которые получают выплаты через банки. При этом у россиян остался выбор. Деньги можно получить и на почте, и в виде зачисления на счет по вкладу. В республике сезонный всплеск заболеваний вирусными инфекциями порог превышен среди детей и взрослых. О профилактике лечения и вакцинации в нашем сюжете. Из-за ОРВИ в пяти чебоксарских школах приостановили занятия в 22 начальных классах. В их числе СОЖ номер один, вторая и четвертая гимназии, Чувашский кадетский корпус. Школу в Заволжье пришлось отправить на карантин полностью. Существенно выросло число заразившихся и среди взрослого населения. С начала эпидсезона, это с конца сентября прошлого года, по нашей городской больнице зарегистрировано более трех тысяч с половиной случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Это примерно полтора раза больше, чем в прошлом году. При вирусной инфекции очень важно сразу начать лечение. Быстро получить квалифицированную медицинскую помощь, открыть больничный и выписать рецепт можно в кабинете неотложной медицинской помощи в поликлинике по месту жительства. Медики подчеркивают, что ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. Большинство респираторных заболеваний, верхних дыхательных путей вызывается вирусом. И это очень важно знать. Раз вирусы, значит надо лечить противовирусными препаратами. Их всех желательно начинать принимать первые, края вторые сутки с момента заболевания. Легче предотвратить, чем лечить. Вакцинация сегодня – самый эффективный способ профилактики вирусных заболеваний. В этом Алексей Локосин убедился на собственном опыте. У него обычное ОРВИ дало осложнение. Я стараюсь прививаться каждый год. Но в этом году у меня не получилось по объективным причинам. И, соответственно, если раньше я, когда прививался, я либо не болел, либо болел в легкой форме. В этом году получилось, что появилось осложнение в виде пневмонии. Помимо вакцинации, риск заражения поможет снизить и соблюдение простых правил. Есть всем известные нами правила профилактики гриппа ОРВИ. Это, в первую очередь, масочный режим. Это частое мытье рук. И, конечно, основное – это правильное здоровое питание. С достаточным количеством витамина С – это овощи и фрукты. С достаточным количеством белка – это мясо, рыба, творог, яйцо. И также физические нагрузки. Ходьба, бег на улице, на свежем воздухе. Богдана Дойникова, Павел Рядков, Республика. Ленинский районный суд сегодня вынес приговор бывшему министру экономики Республики Владимиру Аврелькину и другим фигурантам этого дела. Сегодня вынесен приговор в отношении бывшего заместителя-председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, Министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Аврелькина. Он признан виновным в совершении преступления, присмотренного частью третьей статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом установлено, что Владимир Аврелькин, из корыстной иной личной заинтересованности, явно злоупотребляясь своим должностным положением, допустил совершение и хищение денежных средств из республиканского бюджета путем незаконного предоставления двум коммерческим организациям субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития либо модернизации производства товаров. Судом Аврелькину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и организациях на 3 года. По уголовному делу призваны виновными также и иные лица, которые обманным путем получили субсидию. Приговор суда в законную силу не вступил. Десять дошкольно-образовательных учреждений республики участвуют в апробации федеральной программы «Вдохновение». В пилотном проекте два года активно работает столичный детский сад номер 204. У них функционирует так называемый детский совет. Что это такое и насколько эти технологии помогают в образовательной деятельности? Далее. Этот звук колокольчика служит сигналом к заседанию детского совета. Так ребята со старшим наставником составляют план мероприятий на этот день. Они активно выдвигают идеи и обсуждают возможные варианты действий. Взрослые, в свою очередь, поддерживают инициативу и предлагают варианты. Это и есть принцип инновационной программы «Вдохновение». Именно вдохновляя детей на новые открытия, педагоги воспитывают в них заинтересованность и самостоятельность. Наши дети проявляют инициативу и задают тему для педагога. И каждому ребенку интересен этот процесс. И каждый ребенок в своем виде деятельности может раскрыться. Поэтому наши дети всегда заинтересованы, вовлечены. У нас нет такого, что ребенку просто не интересно. В группе есть стол выбора. Дети сами выбирают центр активности, где они будут заниматься. Это не метод, а дидактический подход. И насколько грамотно старшие наставники подают пищу для ума и творчества, зависит многое. Когда процесс обучения увлекательный и такая интересная игра, ребятам не до скуки. Время новых открытий прямо здесь и сейчас. Мне можно каждый день даже играть. Нам прям не хочется уходить отсюда. Это потолка, здесь такой капуста. Вулкан! Вулкан! Вулкан еще. Это вертолет. Он будет спасать людей. Объемная аппликация, типография и интерактивная площадка. В любой момент дети могут поменять локацию и заняться чем-то новым. На посту в новом ночи наш солдат военный. Молодцы! Здесь у нас ребята занимаются лего-техникой, робототехникой. Здесь они у нас строят непосредственно самих роботов, изучают их и программируют, запускают. Сегодня у нас тематика 23 февраля, День защитника Отечества. Ребята у нас строят военную технику. Лего и робототехника в первую очередь развивают мелкую моторику рук, развивают память, фантазию и непосредственно дети учатся дальше программировать. Программа сопровождается развернутым учебно-методическим комплектом. Активно вовлекаются в процесс воспитания и родители. Пока проект работает только в 10 садиках, но вполне вероятно положительный опыт распространится и на другие дошкольные учреждения республики. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. Поэзия Айги «Пространство Цишины» выставка с таким названием открылась в Национальной библиотеке. С нее начались дни памяти народного поэта Чуваши. Народного поэта Чуваши Геннадия Айги читают на 52 языках мира. Детство, Константин, Иванов, Снежинки. Эти стихотворения знают, если не всем, то многие. На этой же выставке постарались собрать малоизвестные произведения. Собственно, особенность творчества поэта заключается именно в таких строках. Не случайно во всем мире Айги считается поэтом абстрактных метафор, которые не всегда поддаются расшифровке. Это оставляет читателям простор для собственной фантазии. Я считаю, что для Чуваши это один из самых великих людей, которые принесли свой вклад в чувашское творчество. И этот человек известен во всем мире. Очень часто приводились его тексты на английский язык, французский язык и другие. То есть я считаю, что Геннадий Айги – это такой человек, которым Чуваши может достойно гордиться. Изюминкой выставки станет презентация на ее фоне книги «Плач по брату». Авторы – сестры поэта Ева и Луиза Лисины. Всех ценителей ждет и уникальная международная выставка графики и живописи «Светом в свет». И, конечно, в дни памяти народного поэта пройдут встречи с почитателями его творчества, познавательные уроки для студентов. Подробную программу можно найти на сайте Национальной библиотеки Чуваши. В Новочебоксарске прошло первенство республики по легкой атлетике среди детей с нарушениями здоровья. Традиционный турнир собрал сильных духом и крепких телом. У каждого своя история и судьба, но всех их объединяет сила духа и желание добиться результата несмотря ни на что. Вообще известно, что спорт сам по себе – это уже не легкий труд, а для не очень здоровых детей – вдвойне. Но именно они доказывают, что при желании можно и горы свернуть. Ребята наши становились призерами и чемпионами России. Но учащиеся в нашей школе становились даже олимпийскими чемпионами. Вот Елена Иванова, она становилась олимпийской чемпионкой, она училась у нас в школе. Как бы азы начальные спорта получала у нас. Бег на 60 и 200 метров, толкание ядра. На все это требуется немалое усилие. Ребята выкладывались не хуже олимпийских спортсменов и показали хорошие результаты. Анна Рыбалкина дружит со спортом уже 5 лет и уже участвует в соревнованиях. Мой самый лучший результат – это 1500 метров за 6 минут. Эти соревнования происходили в городе Салават. Другие только начинают, но заявляют о себе смело. Ну так как я только начала, пока у меня 2 золота за прошлый чемпионат Чувашии. В прошлом году я победил. Большинство участников занимаются спортом для удовольствия и для здоровья. Но некоторые готовы представить республику на всероссийском и международном уровне. Прецеденты уже есть. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. Бег, велосипед и лыжные гонки. Чувашские спортсмены достойно выступили о первенстве мира по зимнему триатлону в Италии. Даниил Егоров, воспитанник Чебоксарской спортивной школы имени Тихонова, стал бронзовым призером соревнований среди юниоров. Это первая международная медаль в копилке Даниила. До этого были призовые места на первенствах России. Пробежать больше трех с половиной километров, проехать на велосипеде шесть и завершить соревнование лыжной гонкой в пять километров – задача не из легких. Даниил справился за 45 минут 39 секунд. Выложиться на каждом этапе по полной и успешно пройти транзитную зону помогли многочасовые тренировки. Здесь я занимался лыжным спортом, поэтому лыжный спорт чуть по душе. Но за эти полтора года я уже велик и бег потянул. Не ожидал, конечно. Но готовился к этому, да. Цель была. Для первого раза попасть в призеры – это очень хорошо. Совсем немного до призера не дотянул друг Даниила – Егор Селиванов, неоднократный победитель первенства России. Участвовал на чемпионате первенства мира, там занял пятое место. Ну, после бега мне на велосипеде было тяжелее крутить. Ноги после бега забились. Устал, наверное. Мы там выступали на горе, на высоте 1600 метров. Но там было тяжелее, конечно, бегать, чем тут. Другая страна. На горе, тем более, первый раз. Выступаем, соревноваемся. Ребята – подопечные тренера Александра Васильева. Он один из тех, кто активно развивает зимний триатлон в Чувашии. И вот уже несколько лет занимается с ребятами. И когда ребята занимают призовые места, мне самому это как бы в душе приятно. Ну, конечно. И то, что вот не получилось у меня по молодости завоевывать медали на таких престижных соревнованиях, я всю душу выкладываю и отдаю ребятам. Основные расходы все равно берем на себя, на тренера, на родителей. Родители очень помогают. Тренировки утром и после обеда. Важны все три вида спорта, но основной все же – это лыжные гонки. Даниил и Егор – студенты Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Хотят стать спасателями. Без хорошей физической формы не обойтись ни в спорте, ни в профессии. Физкультуру у ребят преподает Марина Ладяжкина. Педагог и сама входит в сборную России по зимнему триатлону. Егор к нам пришел уже будучи триатлонистом, а Даниил, мы увидели его на уроке физкультуры, что мальчик действительно способен, что у него есть задатки. Я пригласила его заняться триатлоном вместе с нами. И уже благодаря его, наверное, не только способностям, но и дисциплине, характеру сразу начали приходить результаты. Сначала результаты на первенствах республики, и вот потом уже на Россию он стал четвертым и медаль на первенство мира. Такие результаты – хороший стимул двигаться дальше к новым вершинам. Пожелаем ребятам успехов! Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. Это главные новости к этому часу. А я с вами прощаюсь. До завтра.